Добрый день дорогие друзья американцы и все одесситы Всемирного клуба. Вы меня слышите хорошо? Мы вас слышим так хорошо, что мы всемирку, говорите уже. Сегодня сколько мог вместить Всемирный клуб одесситов, столько мы собрали людей, чтобы поздравить дорогого юбиляра с днем рождения. И вчера я на радио говорил, что Черкасский это олицетворение человечности и порядочности. Это человек, легенда нашего города, который оставил большой след в одесском футболе. Матвей Леонтьевич работал тренером Черноморца почти 15 лет с перерывами. Он трудился при таких легендарных наставниках, как Войнов, Алискеров и Симонян. Его заслугами является большое количество найденных для Одессы настоящих талантов. В свои 90-м Матвей Леонтьевич бодр и много смеется. У него хорошее настроение, он до сих пор активно продолжает рабочую деятельность и рад видеть друзей из Одессы. Я рад видеть вас, мои дорогие друзья. Я вечно благодарен вам. Вы были и остаетесь наставником. Никто не повторит ваши рекорды. Ласкина проиграл больше 400 игр за Черноморец. Вы это знаете? Вы этого самородка нашли в Карпатах. В Кировограде вы нашли Паркуяна. Он не соглашался. Говорит, мне тут голуби, я не хочу уезжать. И голубятню вы построили. С нами мы встречались очень много. Единственное, мы его не оценили. Я оценировал не в заботе. Все правильно. Дорогой Матвей Леонтьевич, поздравляю вас с днем рождения от всей души. Пожелаю вам главное здоровье. Большое вам спасибо, что вы меня когда-то привезли в Одессу. Пришли поздравить Матвея Леонтьевича и те, кто сегодня дарят радость всем любителям футбола в Одессе. Главный тренер Черноморца Роман Григорчук и генеральный директор Сергей Керницкий. Это очень и очень уважаемый человек. 90 лет. И такой бодрый. Сейчас действующий тренер. Так что это все вызывает просто огромнейшее уважение. И для меня большая честь поздравить такого человека. И пожелать ему, конечно же, крепкого здоровья. И этого крепкого здоровья еще многие-многие годы. В ответ на письмо, которое поступило Черноморцу из-за океана, руководство отреагировало незамедлительно. Уже 2 сентября перед стадионом Черноморец в парке Жевченко появится звезда на аллее футбольной славы в честь Матвея Черкасского. Мы поздравили на сайте. Мы отправили памятный адрес Матвею Леонтьевичу. И согласно положению, то, что я ему сегодня еще объявил, мы пригласили его на День города. Это тот день, где мы официально открываем новые звезды на аллее славы. Одна из них будет посвящена юбиляру. Коллектив недели спорт присоединяется ко всем поздравлениям и желает Матвею Черкасскому подготовить еще много талантливых поколений молодых футболистов. Возможно, уже очень скоро из Черноморца в Нью-Йорке они усилят и одесских моряков.